Здравствуйте, меня зовут Морец, я специалист по комбайнам компании Клаос. Сегодня у нас здесь фото- и видеосессия с комбайном Трион в течение обычного для машины рабочего дня. Это значит, утром машина должна быть готова к работе. Мы покажем то, на что обратили внимание конструкторы, и что стало лучше только во время работы. Важной и сложной задачей является очистка стёкол. Хорошая обзорность очень важна. Условием этого является надёжная опора и хороший доступ к стеклу. Посмотрим, удалось ли это нам. В кабине у нас теперь есть второй проход, ведущий к лобовому стеклу. Да, доступ обеспечен. Везде установлены нескользкие ступеньки. Они обеспечивают надёжную опору. Я перемещаюсь с лестницы вокруг кабины за один приём. Устойчивость. При уборке кукурузы важно иметь надёжную опору и исключить риск подскальзывания. Теперь можно начинать работу. Последнее в плане очистки — смотровое окно в зерновом бункере. Поехали! Здесь снова фокус на нескользящей поверхности и безопасности. Всем известно, что по утрам на машине собирается роса и можно подскользнуться. Поэтому здесь нескользящие ступеньки и поверхности. Это важно при утренней очистке стёкол. Мы также снимаем уборку для наших клиентов. Поэтому хорошая обзорность очень важна для контроля качества зерна. Машина уже неделю выполняет уборку ячменя. Это означает, что нам пора промазать машину по регламенту 50 часов. Все труднодоступные точки смазки доступны через ведущие вниз смазочные линии, выведенные на единую смазочную панель. Во время обхода машины мы также быстро проверяем натяжение ремней. Вот поэтому индикатор на устройстве натяжения ремней. Он выглядит одинаково на всех натяжных устройствах. Итак, сегодня мы провели результативную фото- и видеосессию. Чтобы машина была чистой утром, её нужно очистить накануне вечером. И сейчас мы займёмся этим. При этом мы можем использовать светодиодное освещение для техобслуживания. Вечером в конце рабочей смены мы можем отлично осветить машину с помощью светодиодных полос. Это позволяет выполнять качественную очистку. Да, машина оснащена воздушным компрессором. И у нас есть достаточно пневматического шланга с собой, пневматический пистолет и большой пневморесивер для выполнения продувки даже при неработающем двигателе. Присоединять шланги для продувания можно в пневмораспределительном ящике, спереди в кабине и в моторном отсеке. То есть они расположены по всему периметру машины. Светодиодные полосы освещают лестницу для посадки-высадки. После длинного рабочего дня необходимо провести визуальный контроль и продувку моторного отсека. Поэтому мы обеспечили светодиодное освещение и доступ без риска подскользнуться, в том числе и вечером. При подсоединении тележки-жатки используется камера заднего вида и камера фаркопа. Редактор субтитров А.Семкин